Моя задача вырезать вот это дерево из фона. В этом уроке я вам покажу простой и быстрый способ отделения объекта от фона. Это, конечно, довольно грубоватый способ, но если вам не жаль потерять некоторые веточки из этого дерева, то вам этот способ очень понравится. Доброго времени суток! Меня зовут Накрошаев Олег. С вами сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа. Итак, давайте приступим. Я выбираю инструмент «Прямолинейное лассо», увеличу масштаб фотографии и начну обводить дерево. Точность нам здесь никакая не нужна. Вы видите, что у меня довольно большой здесь есть зазор между объектом и небом. Но все же стараться надо обводить таким образом, чтобы выделение прошло как можно ближе к объекту. В этом случае Photoshop надо будет меньше работать и он будет работать более точно. Постепенно общелкиваем все дерево. Если вы допустили ошибку, как вот здесь вот я захватил часть дерева, то инструмент «Прямолинейное лассо» удобен тем, что мы нажимаем клавишу «Delete», 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 «Delete» и вернулись к тому месту, где мы сделали ошибку. А если бы мы использовали инструмент «Обычное лассо», у нас такой возможности бы не было. Итак, довольно грубо я обвожу объект. Давайте я весь ствол не буду вводить. Ствол выделяется здесь довольно легко. Замыкаем выделение. Ctrl-0. И вот мы выделили нужную часть дерева. Теперь я перехожу в «Выделение» и выбираю такую команду, как «Выделение» и «Маска». Мы перешли в эту команду. Давайте увеличим масштаб фотографии. Раскроем список просмотра и выберем «На слоях». Никакие настройки справа я не ставлю. Я всего лишь выбираю инструмент, который называется «Кисть уточнить края». Правой кнопкой мыши щелкаю и жесткость ставлю на 100%. Есть. Я готов к работе. Кисточка у меня довольно большая. И я просто-напросто начинаю вот так вот вводить по голубому небу, тем самым удаляя его. Нажимаю пробел, передвигаюсь по нашей фотографии. Пройдемся вначале по краю, по периметру нашего объекта. Теперь давайте пройдемся и внутри веточек. С помощью пробела передвигаемся по фотографии. И где я вижу голубой цвет, провожу кисточкой «Уточнить края». И мы видим, что у нас голубой цвет практически удаляется. Вот здесь проведем еще, вот здесь. Внимательно посмотрим, где у нас еще есть области, которые мы с вами не заметили. Я думаю, вполне будет нормально. Немножко увеличу масштаб фотографии. И давайте посмотрим, как сработает галочка «Очистить цвета». Иногда она помогает, но в большинстве случаев, наоборот, она вносит лишнюю погрешность, так называемую пастеризацию. Включаю и видим, что фото стало значительно хуже, объект стал хуже. Галочку снимаем. Больше я делать ничего не буду. Раскрываю вывод и выбираю новый слой со слоем маской. Нажимаю клавишу «Ок». Я вернулся в Photoshop. И вот мы получили вырезанный объект на новом слое. Давайте проверим качество нашего выделения. Сделал активным фоновый слой. Добавляю корректирующий слой «Цвет». Давайте поставим какой-нибудь средний серый цвет. И видим, что у нас синий фон в некоторых местах остался. Поэтому я делаю активным слой «Фон копия». Добавляю корректирующий слой «Цветовой тон насыщенность». Нажму на первую слева иконку. Создам обтравочную маску, чтобы цветовой тон насыщенность действовал только на слой «Фон копия», где у нас вырезано дерево. Увеличу масштаб фотографии. Инструмент целенаправленной коррекции. Вот эта рука с двунаправленной стрелкой у меня активна. Щелкаю вот на этом синем фоне. На палитре «Свойства» Photoshop определил, что это синий цвет. Ведем влево. Убираем насыщенность синего цвета. Есть. На всякий случай перейдем в голубой цвет. И также уберем насыщенность голубого цвета. Ctrl-0. И вот у нас синий-голубой фон от старой фотографии исчез. Давайте объединим три верхних слоя в группу. Я их выделил с помощью клавиши Shift. Нажимаю сочетание клавиш Ctrl-G. Включаю нижний слой. Увеличиваю масштаб фотографии. Мигаем глазиком у группы. И смотрим, что у нас пропало. Как я и предупреждал в самом начале, у нас некоторые веточки пропали. К примеру, вот здесь вот. Посмотрите. К примеру, вот здесь вот. Ну и так далее. В некоторых местах у нас действительно веточки пропали. Если это не принципиально, то можно сделать вывод, что мы с вами очень быстро и довольно качественно отделили сложный объект от фона. Можно было, конечно, пойти и другими путями. Применить, к примеру, функцию стиля слоя. Но на данной фотографии я уже пробовал. Ничего хорошего не получилось. Напомню, как она работает. Разблокировал фоновый слой. Два раза левая клавиша мыши по слою фоновому. Выбираем синий канал. Начинаем работать. У нас исчезает небо. Раздваиваем ползунок. И видим, что все-таки получается не очень хорошо. Нажмем отмена. Если перейдем в палитру каналы, переберем каналы, то мы видим, что в принципе красный канал у нас довольно неплохо выглядит. Я имею в виду, что мы можем создать из него маску. Но, как я представлю, сколько здесь придется нам работать, применять кривые, команду внешний канал, работать кисточкой в режиме перекрытия, применять инструменты осветлитель-затемнитель, то мне становится плохо. И все равно в результате этой работы вы часть веточек потеряете. Поэтому, мне кажется, вот этот способ, который мы с вами применили, вполне подходит для быстрой работы. Спасибо за внимание. Если урок вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на наш канал. А с вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа.